Казахстан Дмитрий Петров В качестве синхронного переводчика работал с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельцином и Владимиром Путиным. Разработал собственную методику интенсивного обучения иностранным языкам и искусству перевода. На прошлой лекции Дмитрий Петров представил основные временные схемы казахского глагола в утвердительной, отрицательной, а также в опросительной формах. Сегодня разговор о базовых грамматических структурах казахского языка продолжится. Еще раз вас всех приветствую. Мы продолжаем наш разговор о том, каким образом изучают языки вообще и каким образом изучать казахский язык. Я считаю, что то, что принципиально отличается и то, что представляет объективную трудность, должно быть представлено сразу. Эти карты должны быть сразу разложены. Вот мы начинаем учить язык, в котором есть несколько вещей, которые вас могут удивить. Давайте мы про них расскажем сразу, чтобы вы их не боялись потом. Более того, когда вы поймете их суть, они сделают для вас процесс обучения более комфортным. Потому что в языке ничто не возникает просто так. Все несет какую-то функцию. Например, факт разделения на твердый и мягкий вариант преследует своей целью сделать более комфортным фонетическое оформление звука, звуковую сторону языка. То же самое, когда мы говорим о чередовании согласных, например, в отрицательной форме. Где-то это может быть бармаймен, где-то это может быть айтпаймен. Цель какая? Цель сделать более приятным, более комфортным произнесение слова. А не желание запудрить, извините, все мозги и сделать процесс сложнее. Нет. То есть все трудности, которые существуют, с которыми сталкиваются все люди, с которыми я общался при изучении казахского языка, они назвали примерно десяток тех же самых трудностей. По моему скромному опыту, это вещи, которые не надо скрывать, не надо держать на потом, а надо сразу объявить, выложить и объяснить, чтобы сделать их, во-первых, понятными, а в дальнейшем доступными. Здесь необходимо говорить о структурах, о тех схемах, которые вместе со словами составляет вот это базовое ядро языка. Составляют стержень, на который мы нанизываем слова, обороты и все, что связано с языком. Многие из нас знают огромное количество слов. Я думаю, что те из вас, кто считает, что он не знает казахский язык, тем не менее, с легкостью перечислят множество слов, которые он понимает и может использовать. Но эти слова, это касается не только казахского и английского, любого другого языка. Но эти слова похожи на рассыпанные жемчужины, которые имеют ценность, каждая сама по себе. Необходимо натянуть вот эту ниточку, построить ось, куда все эти жемчужины можно нанизать. Даже в очень сложных языках количество базовых структур, используемых в разговорной речи, не превышает 5-10 схем формул. Это форма, которая радикально отличает казахский, как и другие тюркские языки, от многих других языков, в том числе русского, других недоевропейских. Это притяжательная форма, дублирующая форма, передающая категорию притяжательности. То есть, недостаточно сказать «менен дос», надо еще добавить «досен». И это касается всех лиц. Что это означает? Это означает, что мы должны с самого начала, не разбивая притяжательные местоимения, не отделяя их от определяемого существительного, давать их именно в такой комбинации. Притяжательное местоимение с чем-то. Ну, здесь взято слово «друг», может быть, взято любое другое. Естественно, есть, опять-таки, вариант для «твердый» и «мягкий». Можно дальше? Очень многие говорят о том, что система падежей в казахском языке достаточно сложна. Но это самый красноречивый пример того, как якобы сложный момент в языке следует представить как то, что делает его легче. Ведь практически каждый из этих окончаний заменяет предлог. Избавляет нас от необходимости пользоваться каким-то предлогом. То есть, словом, которое предшествует существительному. Допустим, «алматыга» – направление. Я обычно, когда пытаюсь объяснить эту структуру, я просто рисую стрелочками. Направление, как вот есть по-английски, есть три главных предлога. «Ин», направление «ту», а оттуда «фром». Вот вам, пожалуйста, четкий аналог. Четкий аналог. «Га», «да», «дан». Ну, соответственно, есть мягкий вариант, когда там используются другие окончания. «Ге», «ден» и «де». «Мен» заменяет предлог «с». То есть, в большинстве случаев, каждая трудность, которая бросается в глаза человеку, который открывает учебник или приходит на курсы казахского языка, это то, что может быть представлено как некий фактор, делающий изучение языка более комфортным. Облегчающий, а не осложняющий. Пожалуйста, следующее. Система местоимений. Ядро языка, вот то самое базовое ядро, с которого начинает раскручиваться вся спираль освоения языка, включает в себя прежде всего структуру глагола и набор вот этих самых нескольких десятков самых популярных, самых частотных глаголов и система местоимения. Потому что это то, что позволяет нам формировать первые элементарные предложения, фразы. Это то, что позволяет нам выйти на уровень вот этой самой геометрической прогрессии. Потому что каждый глагол дает нам возможность создания целого ряда комбинаций. Это то, что должно закладываться, опять-таки, в первые дни, если не часы изучения языка. Некий промежуточный итог. Структура предлога, которая позволяет нам ориентироваться в пространстве. Туда или оттуда, или находясь внутри. И система местоимений. Это то, что представляет себя самое базовое ядро казахского языка. Освоив это, все дальнейшее будет наращиванием, раскручиванием вот этой самой спирали, которая закладывается в этом небольшом ядре. Аналогичные ядра, аналогичные основы существуют в каждом языке. Они, конечно, различные. Где-то есть поддержная система, где-то поддержная система не существует. Где-то глагольные формы образуются синтетически, где-то аналитически. Но, тем не менее, аналоги вот этих структур, этих конструкций существуют везде. Поэтому механизм этот достаточно един для всего. Это множественная форма, форма местомений во множественном числе, тоже со всеми поддержными окончаниями. И каждый раз мы подчеркиваем, что эти поддержные окончания заменяют предлоги. Избавляют нас от необходимости пользоваться предлогами с, там, с кем, с чем, с тобой, со мной, к тебе, от тебя. Все это заложено здесь. Потому что в любом языке, даже в тех языках, которые лишены такой системы синтетической, набор, предлог, местоимение является одной из основных структур, которые должны быть освоены, доведены до автоматизма на самом первом этапе. Это, например, касается европейских языков. Еще раз хочу повторить, что при всем изобилии нюансов, есть вещи, которые абсолютно первостепенны. Это то, что создает скелет стержень языка. Когда скелет уже создан, кости сложены, наращивать это мясом, наполнять кровью и приводить в движение, это уже последующие этапы. Но есть вещи, которые должны быть доведены до автоматизма, причем в максимально быстрой, интенсивной и компактной форме. Получается первая объемная форма, объемная конструкция, которая ложится в основу, в фундамент всего остального здания языка. Надо иметь в виду, что люди изучают язык для разных целей и в разной степени. Есть те, которым необходима лишь базовый уровень общения. Кому-то для путешествия, кому-то для общения с друзьями, кому-то просто для интереса. Есть люди, которым требуется более высокий уровень, требуется умение владеть языком в какой-то своей профессиональной специальной сфере. Дальше идет уровень, когда человеку мало этого, его интересует художественная литература, умение создавать тексты, умение понимать нюансы текста, с которым он сталкивается. Поэтому мотивация, конечно, здесь будет различной. Но ни первый, ни второй, ни третий, ни последующий уровни не может обойтись без фундаментального уровня, который мы выстраиваем в самом начале. То есть и человек, которому в жизни понадобится пару раз перекинуться словом со своими знакомыми, и человек, который будет создавать научные или литературные произведения, не пройдут мимо первой ступени. Все остальное следует выше. И наша задача сделать процесс обретения, создания этой первой ступени максимально быстрым и безболезненным, и желательно даже приятным. В дальнейшем выбор за каждым. Достаточно этого или можно идти дальше. Но было бы обидно пытаться выстраивать, выходить на более высокие уровни и постоянно спотыкаться о первую ступень. Вот это и предопределяет ту задачу, которую я стараюсь отражать в своем подходе, в своей методике, во всех языках, которыми приходится заниматься. И неплохие результаты, которые были достигнуты в обучении другим языкам, я думаю, могли бы хотя бы в чем-то пригодиться при разработке методики казахского языка. Мы говорим о настолько серьезных вещах, что, я думаю, самое время сделать на пару минут поэтическую паузу. После этого вернуться к обсуждению наших очень интересных и важных тем. Сейчас я хочу представить вам своего друга, казахстанского поэта Хакима Булебекова. О предках. Это стихотворение написал, когда узнал, что слова «май, нан», «гюль» — это не тюркские слова, это персидские, иранской группы. Ну вот понятно, «хана» — это здание. Ну, а вот, и я стал разбираться, и в результате это получилось вот это стихотворение. О предках. Как рассказать о предках мне, о том, как те ворвались в семи речи, еще не знала степь о тюркской речи. Ведь скифы говорили на иранском языке, они не возводили города. О седлых персов степи не пускали, дом на колесах так и кочевали. Сам Искандер об них сломал рога. Лишь тюрки погасили скифа в цвет тем, что на седлах были и в кольчуге. Не сбить с коня, да и удар упругий, когда не сжат боец стальной корсет, и победитель не щадил мужчин. Под корень кочевой рот врезался. Лишь перед женщиной жестокий предок сдался. И было тому множество причин, но в основном была, конечно, красота. О скифских женщинах Восток слагал поэмы. Они блистали бриллиантами в гаремах. Ласкать скифянку для мужчин мечта. И тюрки брали этот сладкий божий дар. Хоть он сопротивлялся и кусался, Но покоряли их алтайские скитальцы И пили страстной нежности нектар. Он не хотел ее брать силой, Хотя других спокойно брал. Скифянка так была красива. Глаза пылающие опал, но он горел ненежной страстью. В нем гнев был, страх, презрение, зло. Взгляд был наполнен силой, властью, И тюрку душу разнесло. Он понял все, теперь не сможет. Жить так ни разу не узнав, Как сладко с ней на брачном ложе. Но видел, без любви нельзя. Тогда к столу он сел, меч бросив. В степи гость первый человек. Дай нам глаза ее вопросам, Ведь не сказал ей дай пеп. Едва заметно улыбка мелькнула на ее губах, Надежда засветила зыбко. Да, сила у любви в словах, Продолжил он, дай май, красотка, Забыв про тюркской агын, Она не стала сразу кроткой. Но страх и гнев уже остыл, Так словом, и родным, и близким, Ключен к сердцу подбирал. Дюль обращался к ней по-скизски, И тем шешек любви сорвал. Наверное, так оно и было, Через любовь. Но на века слова персидские Прижились в обычной лексике врага, Иначе мы бы и не знали, Что здание Тахана, Конечно, как-нибудь назвали столицу, Но не Астанава. Мы говорили с вами о некоторых базовых схемах Казахского языка. В первую очередь глаголы, местоимения. Есть ряд других, Которые составляют некое ядро. Разумеется, это только самое начало. Но это то самое начало, Без которого невозможно никакое продолжение. И хочется повторить еще несколько моментов. Первое, что дает нам возможность Владеть языком, Использовать его. Это умение, Во-первых, знание базовых структур, Которым относится прежде всего структура глагола В основных его формах, Структура местоимения. И умение комбинировать, Создавать комбинации. Нас интересует создание несгораемого запаса. То есть, того объема информации, Который будет работать практически в автоматическом режиме. То есть, базовые структуры языка, Которые составляют его стержень, его ось, Должны быть доведены до состояния автоматизма, Подобно тому, как спортсмен овладевает в своем виде спорта Какими-то базовыми движениями, Набором базовых техник, Связанных с этим видом спорта. Что-то похожее происходит и в музыке. Музыкант, Не каждый из которых станет виртуозом, Но, тем не менее, Какие-то элементарные основы музыкальной грамоты Может освоить каждый. Объем информации, Которая необходима для того, Чтобы освоить вот эти Тержневые структуры, Не превышает в информационном плане Объем таблицы умножения. Согласитесь, это не так много. Мне очень понравилась методика, И самое главное, Мне очень многое удивило. Она очень рациональна, Она очень интересно составлена. Он дает основу, Основу склонений, Подежей, Каких-то наших местоимений, И потом мы уже сами должны учить. Импонирует, подкупаясь, То, что он сам владеет 30 языками. И это совершенно разные языки. И поэтому хочется верить, Что получится, Получится овладеть казахским языком. Смотрите завтра в это же время. Как сделать предложение по-казахски? Казахский акцент. Просто не подражаем. Т�� захause по-казахским языком. Может быть, Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok